Погода россиян пока, конечно, не балует, однако на большей части страны наступила весна. В какие-то регионы она принесла паводок, в какие-то пожары. Что ждать от весны и лета 2015 Чувашии? Об этом говорили сегодня на заседании правительственной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Началось заседание с горячей во всех смыслах темы пожары. По последним данным в Хакасии более 30 человек погибли. Более 600 обратились за медицинской помощью. В Чувашии на данное время ситуация благополучная, однако расслабляться рано. Слава богу, с одной стороны, у нас погодные условия позволяют на сегодняшний день обеспечивать, так скажем, пожарную безопасность. Но в то же время горят у нас дома, личные дома, частные домохозяйства и погибают люди с летальными сходами. Ситуация, с одной стороны, контролируется, службы, ведомства подготовлены. С одной стороны, вроде бы мы говорим, что готовы, но с другой стороны, нам надо понять и честно докладчику прошу отметить, где у нас остаются слабые места. Меры приняты на уровне республики. В целом заключены контракты на использование спецтехники, разработан план учений. Но руководство заповедников и природных парков тоже придется позаботиться о подведомственных территориях. Мы увеличиваем, каждый год наращиваем объемы создания минеральных полос и их обновления. По прошлому году, получается, мы создали и обновили порядка 100 километров минеральных полос. Следующий слайд. И финансирование также у нас увеличивается. Если сравнивать с 2012 годом, то финансирование у нас увеличилось почти 8 раз на противопожарные мероприятия. В том числе на этот год мы запланировали приобретение трактора, поскольку к имеющейся технике, для того, чтобы, собственно говоря, своевременно реагировать на возникающие угрозы и вхладить профилактические мероприятия. Противопожарные меры на местах не должны ограничиваться разработкой планов и утверждением приказов. Во время пожара бумажки будут лежать в кабинете и ничем не помогут. Должны быть подготовлены люди и техника. Создана защитная минеральная полоса, отметил глава Чуваши. Еще один пункт повестки дня – купальный сезон. Буквально через месяц-полтора люди потянутся к водоемам для отдыха. К 1 июня все службы должны быть готовы. В прошлом году на воде, конечно, людей погибло меньше, чем, к примеру, в 2013. Однако цифра все равно большая – 52 человека. 80% несчастных случаев происходит на малых реках и небольших водоемах. Возможно, в нынешнем году именно там увеличат количество спасательных станций. Ольга Пырычкина, Сергей Рябчиков, Республика.